Привет у микрофона Apple Explosion, свежее обновление бета-версии iOS 9 вышло 9 дней назад. Несмотря на то, что я изрядно опоздал с обзором, сегодня смотрим на iOS 9 Beta 4. Начнём с того, что всплеск отрицательных отзывов в App Store, спровоцированный выходом публичной бета-версии iOS 9, не остался незамеченным. Apple приняла меры и обезопасила разработчиков, убрав возможность оценивания приложений для пользователей, которые используют бета-версии iOS. Одной из новых функций многозадачности в iOS 9 стала картинка в картинке. Это возможность, позволяющая пользователям свернуть видео в небольшое окошко, которое отображается поверх остальных приложений. Пока она доступна только для приложений Apple, в частности для стандартного проигрывателя. Теперь эту функцию поддерживают и подкасты. Демонстрацию показать не могу, так как на руках нет iPad Air 2. Владельцы нескольких гаджетов Apple по достоинству оценили функцию «Домашняя коллекция», которая открывала доступ к медиатеке iTunes для всех Apple-устройств в пределах домашней сети. К сожалению, в предыдущей бета-сборке она не работала. Теперь эта неповадка исправлена. Хэндов появился в iOS 8, став эксклюзивной фичей новой OS. Это очень удобная функция, которая позволяет быстро продолжить работу при переходе с одного устройства Apple на другое. В iOS 8 она, правда, активировалась не самым удобным способом, только с экрана блокировки. И если раньше нам приходилось блокировать экран, чтобы быстро открыть сайт из настольного Safari, то сейчас для этого достаточно лишь открыть меню многозадачности. С каждым обновлением Safari в iOS 9 тоже обрастает новыми функциями. В предыдущих версиях появился расширенный режим чтения, а сейчас новый диалог загрузки файлов. Добавились новые кнопки, и сама панель стала выглядеть более лаконично. В прошлой версии вместе с поддержкой Apple Music стандартный проигрыватель получил полный редизайн интерфейса. Однако видно, что над ним не прекращаются работы. В свежем обновлении Apple изменила всплывающее меню для альбомов и отдельных песен, добавив больше возможностей и увеличив размер обложек. В iOS 9 Beta 3 появились настройки качества звучания при использовании Apple Music через сотовую сеть. Вернее, опция включения высокого качества. В Beta 4 она нет, не исчезла, как вы могли подумать, а переместилась из раздела воспроизведения в раздел playback and downloads. В стандартной камере на iOS есть одна малоизвестная, но очень полезная функция. Съёмка фото с помощью кнопок громкости. Очень удобная штука для селфи. В предыдущей бете она не работала, сейчас же всё починили. Многие знают о возможности Spotlight Voice 10 выполнять арифметические расчёты. Теперь аналогичная функция появилась и на iOS. Запускать калькулятор для быстрых, несложных подсчётов не нужно. Достаточно потянуть шторку Spotlight свайпом вниз и ввести математическое выражение. Также умный поиск теперь может конвертировать различные величины, включая валюты. Помимо всего перечисленного, Apple исправила многие баги и недочёты. И так бы я сказал в обзоре любой другой бета-версии, но с iOS 9 Beta 4 совершенно другая история. Я пользуюсь бета-версиями iOS ещё со времён пятой прошивки. И честно, iOS 9 Beta 4 это самая нестабильная версия из всех, которые я помню. Мой iPhone 5 просто-напросто умирает на этой прошивке. Появилось очень много багов, короче говоря, версия работает более-менее стабильно только на iPhone 6 и iPad Air 2. На всех остальных устройствах прошивка ведёт себя невероятно ужасно. Я действительно не понимаю, почему Apple поступает именно так. Ведь релиз системы состоится уже совсем скоро, в сентябре. А по последней бете не скажешь, что у Apple что-то готово. Надеюсь, что в пятой бета-версии подтянут стабильность. Из нововведений, которые сразу бросаются в глаза в iOS 9 Beta 4, можно выделить новую иконку центра уведомлений в настройках. Также изменилась иконка недавно удалённых фото в альбомах стандартной галереи. А также исправили квадратную иконку аккумулятор в системных настройках. Кроме того, наконец-то исправили название экономного режима с режима низкого питания на более благозвучный. Режим энергосбережения. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового из мира Apple. Ставьте этому видео лайк, а также заходите в социальные сети, ссылки на которые есть в описании. Там много очень полезной и интересной информации, которую стоит почитать. Думайте иначе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok